Татьяна Мелушкана 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 Это очередь вызовов, потоки вызовов, которые можно настроить при помощи голосовых приложений, полфлоу-дизайнера, обучение и мониторинг агентов и живой чат. Рассмотрим каждый из этих компонентов более подробно. Панель колл-центра и оператора, Wallboard, позволяет супервизорам колл-центра отслеживать эффективность своей команды по ключевым показателям эффективности и контролировать уровень обслуживания. Он получает текущее состояние вызовов на основе статистики в реальном времени. Если вы являетесь участником одной очереди, вы увидите статистику этой очереди. Также, если вы являетесь участником нескольких очередей, вы увидите данные обо всех очередях. Что входит в Wallboard? Waiting – это ожидание звонков, среднее время разговора для всех обслуживаемых вызовов, количество отвеченных вызовов, количество неотвеченных, количество операторов, занятых в данный момент ответом на вызовы, общее качество вызовов, отвеченные и неотвеченные, обратные, то есть количество запрошенных обратных вызовов. Менеджеры очередей также могут настроить панель колл-центра своей команды с именем и мотивационным сообщением. И это можно легко изменять из веб-клиента. Можно загуглить 30x Wallboard, и вы найдете очень много информации в Гугле. Также есть видеоурок по панелям колл-центра, который сможет быть вам полезен в демонстрации клиентам. Игорь, если есть что добавить, можете добавить по поводу Wallboard панели. Я могу добавить, что этот Wallboard, он выводится обычно на большой монитор, который висит в колл-центре на стене. Это не для персонального использования, это для того, чтобы все операторы в текущий момент, включая руководители, видели ситуацию в колл-центре и понимали, что у них происходит. Когда нужно добавить оператора, если вдруг перегрузка, или если уходят какие-то параметры. Здесь, где надпись 30x Wallboard, можно какое-то ваше собственное сообщение добавить или его менять. То есть это администратор колл-центра может эту информацию обновлять. То есть я хочу сказать, что это не для индивидуального использования, а для общего. Оно вот тут на английском языке, но если вы переводите интерфейс 30x на русский, если вы устанавливаете его на русском, то, соответственно, здесь все будет на русском, так что тут все будет понятно. Хорошо, спасибо. Перейдем к стратегиям распределения вызовов, либо очереди вызовов. Все входящие вызовы определяются в определенную очередь. В соответствии с этой очередью нужно будет отвечать на вызовы. Агенты 30x могут входить и выходить из очереди вызовов, а также можно автоматизировать вход в соответствии с их сменами и временем перерыва. Как только они попадают в очередь, вызовы распределяются между агентами по мере их доступности в соответствии с настроенной стратегией. 30x предлагает множество стратегий распределения вызовов, в том числе, например, вызов всех. Здесь звонок попадает на всех операторов, и первый, кто ответит, будет общаться с клиентом. Равномерная загрузка операторов позволяет маршрутизировать вызовы, направляя на оператора, который либо больше всех бездействовал, либо меньше всех разговаривал и так далее. Вызов по приоритету. Вызов попадает на первого доступного агента в списке и двигается вниз по списку агентов, пока один из них не ответит на звонок. Вызов первых трех попадает на первых трех доступных агентов в списке. Циклический вызов запоминает, какой агент ответил на последний звонок и при следующем звонке начнет распределение на следующего агента в списке. То есть это предотвратит перегрузку первого агента в списке звонками. Вызов по квалификации. Это услуга, фунт, точнее, предоставляется в редакции Enterprise, и здесь маршрутизация идет на основе навыков агента, например, язык. Русский, английский, французский и так далее. Здесь тоже можно прокомментировать, Игорь? Да, я прокомментирую. Эти стратегии, они заранее заданы в 30x. То есть их невозможно доработать как-то. По крайней мере, в текущей версии, возможно, со временем изменится. Они настраиваются в очереди. Когда вы создаете очередь, вы там мышки выбираете, как распределять вызовы в этой очереди. Вызов квалификации, да, в теме, если я не ошибаюсь, до пяти групп создать. Например, сотрудники первая квалификация, вторая квалификация, третья. Это обычно первая линия техподдержки, вторая линия техподдержки. Ну и вот вызовы, соответственно, попадают сначала на первую линию техподдержки. А потом, если первая линия вся оказывается занята, то тогда автоматически 30x распределяет на вторую линию. Это удобно. То есть, собственно, ну, дальше все остальное достаточно понятно, важно. Еще есть такой момент в очереди. Что происходит, если все операторы заняты или если... Да, если все операторы заняты или если вызов висит слишком долго. Тогда вы можете указать направление. Может быть, будет дальше слайд, увидим. Вы можете указать, какой номер, в общем, действия. Короче говоря, куда переводить вызов, если по какой-то притяге вызовов не отработало. То есть, вызов все равно не был принят. Возможно, дальше мы это рассмотрим. Это то же самое. Человек может не ожидать в очереди, уже было сказано, а сразу же заказать себе обратный звонок. Как только подходит время, как только освобождается один из операторов в соответствии с этой стратегией, то от этого оператора система автоматически перезванивает клиенту. Голосовые приложения Call Flow Designer. Это отдельное приложение, которое позволит вам создавать собственные скрипты обработки потоков любой сложности, любой логики для ваших клиентов. Созданный скрипт загружается на 3CX, и на него направляется поток вызовов, требующий обработки. Чтобы научиться пользоваться Call Flow Designer потребуется какое-то время, но после этого вы сможете легко создавать сложные голосовые приложения без необходимости какого-то программирования, написания сценариев. Call Flow Designer, кроме визуальных методов, поддерживает модули на языке программирования США. Несколько примеров потоков вызовов, которые вы можете создать. Программирование исходящих звонков, внедрить шлюз голосовых платежей, то есть автоматизация приема платежей банковскими картами, внедрение данных клиентов в свою базу данных, например, запрос номера их счета или уровень партнера, как это делает наша система. Автоматический исходящий номер набирателя для исходящих колл-центров, телефонные опросы. Для того, чтобы его настроить, это нужно будет немножечко изучить. Здесь, я думаю, мои коллеги меня поддержат, расскажут немножко больше про Call Flow Designer. Игорь? Значит, по поводу дизайнера могу сказать так, что это довольно, скажем, несмотря на то, что там говорится о том, что это все делается автоматически, не требует там какого-то программирования, на самом деле нет. Требуется квалификация, требуется разбираться в базах данных, требуется понимать, как строятся там SQL-запросы. Ну, в общем, короче говоря, это, по сути дела, тоже программирование, но только более высокоуровневое с помощью уже каких-то готовых блоков. То есть вы не пишете заново там различные модули, например, для опроса статусов добавочных номеров, или вы не пишете модуль для обращения к базе данных, то есть низкоуровневый. Но на более высоком уровне вы все равно должны понимать, как это работает, куда оно там обращается, как пользоваться REST-запросами, как работать с сайтом. То есть совсем без навыков программирования вообще в этом ничего не понимая, оно вряд ли что-то сделает. И на выходе этот модуль генерирует код на языке C-Sharp, который также можно подредактировать и как-то его адаптировать для ваших задач. Но я думаю, что мой коллега все-таки лучше, что он с этим приложением работал. Дмитрий, если можете прокомментировать по поводу голосовых приложений. Скажу так, я тоже с этим работал несколько раз и достаточно успешно, но этим нужно заниматься постоянно. То есть желательно, чтобы в компании у вас был, или вы с кем-то сотрудничали с человеком, который с этим работает постоянно, потому что если делать простые вещи, да, это можно сделать быстро. В принципе, системный администратор может сделать. Если делать более сложные вещи, знания, ну, например, джава-скрипта и базы основ хотя бы C-Sharp, далеко вы не продвинетесь. Ну, Дмитрий, я думаю, Дмитрий в этом делом глубже разбирался, насколько я знаю. Хорошо. Если возникнут вопросы, тогда по ходу потом, либо в конце презентации мы на них ответим. Так, Дмитрий, я хотел добавить по call flow дизайнеру. Ну, Игорь правильно сказал, что все-таки это среда программирования, которая требует навыков. Просто за основу у разработчиков взята визуальная среда программирования, которая позволяет простые действия делать, не углубляясь в C-Sharp. Если вы работаете на уровне голосовых сообщений, на уровне простой обработки этих голосовых сообщений, на уровне получения ввода с клавиатуры, ну, ДТМФ-кодов, то, конечно, здесь проще пользоваться визуальными методами. Но как только у вас задача становится более сложной и требуется, например, работа с CRM-системой на уровне REST запросов с базой данных, то здесь, возможно, как ни странно будет звучать, проще уйти в C-Sharp, потому что он более гибкий, там больше возможностей. Вот. То есть в зависимости от задачи надо понимать, на каком уровне вам лучше программировать, на уровне визуальных методов, которые предлагает, ну, на первом уровне, если полфлоу-дизайнер, либо, говорю, уходить в C-Sharp. Но все-таки это среда для программистов. Спасибо, Дмитрий. Так, перейдем к лайв-чату. Лайв-чат, 30x лайв-чат – это наш плагин для сайтов, который позволяет посетителям веб-сайтов общаться с агентами в режиме реального времени. В настоящее время потребители ищут разные способы связаться с поставщиком услуг, которые для них более удобны. В том числе, в последнее время более популярным становится чат. У чата есть ряд преимуществ. Он удобен, он быстр и совершенно бесплатен для ваших клиентов и доступен во всех пакетах лицензии 30x. Хочу отметить, что можно также настроить маршрутизацию сообщений, чтобы они поступали не на одного фиксированного сотрудника, а на очередь операторов. Такая функция доступна в лицензиях редакции Pro Enterprise. Что еще? Уникальность живого чата заключается в том, что вы можете начать общаться с одним оператором и затем перейти к разговору с ним же. Также вы можете перевести звонок из чата в голосовой или видеозвонок. То есть это по желанию клиента. Да, можно дополнить, да? Да, да, конечно. По поводу чата, смотрите, это виджет чата, который сейчас эти виджеты набирают, уже давно на самом деле набрали популярность. Они есть там от разных компаний, JivaChat известный, JivaSight, прошу прощения, и так далее. В чем преимущество чата от 30x? В том, что эта система, во-первых, это бесплатный сервис, и он напрямую работает с вашим сервером 30x. Он не работает с какими-то промежуточными сайтами, какими-то внешними серверами, которые вы не платите ежемесячную обонплату. Во-вторых, данные бегают только между вашей системой 30x и вашим сайтом, хотя там есть, по-моему, нюансы. Там какая-то используется разгрузка CDN, но там надо посмотреть. Но не в этом дело. Главное, что там нет никакой посторонней компании, которую нужно платить. Далее. Этот виджет, его код генерируется на сайте 30x под практически любой, под любую систему управления контентом. То есть, если у вас там WordPress, это вообще лучше всего. Если у вас VIX и так далее, вы можете выбрать ту систему управления контентом, тот движок, который у вас используется, и под него 30x автоматически сгенерирует виджет с учетом дизайна, цветов, расположения на странице, кнопок, какие действия разрешены пользователю, какие не разрешены. Например, можно только чатиться, нельзя. И дальше вы размещаете этот код либо на выбранных страницах вашего сайта, либо на всем сайт. Оно, кстати, адаптировано и на мобильные устройства. И далее, когда посетитель сайта пишет в этот чат, это сообщение попадает не просто какому-то сотруднику, а прямо в очередь вашего колл-центра и динамически распределяется между вашими операторами, ну, между вашими сотрудниками. Интерфейс 30x, то есть у них есть рабочий интерфейс, вот как можно вот на телефон оно попадать, оно может в веб-клиент попадать, и, соответственно, ваш сотрудник отвечает. Дальше с этими чатами могут происходить разные манипуляции. Например, чат на себя, вот эту беседу с посетителем сайта, может оператор забрать на себя и продолжить личное общение. То есть начинается оно с группой ваших операторов, с очередью, один из операторов забирает на себя. Дальше оператор может перевести эту беседу на какого-то своего коллегу, если оператор не понимает, о чем речь, но это не его направление. Если большой магазин, допустим, он может передать на другой отдел. В 30x есть аудит и учет этих чатов, то есть в 18-й версии это появилось, отчеты по чату, можно посмотреть, сколько было чатов пропущено, сколько писали и так далее. Ну и в случае с аудио-чатом и видео-чатом, если вдруг клиент хочет поговорить по аудио или по видео, то только оператор на вашей стороне может, на стороне компании, может разрешить клиенту использовать видео. Ну, например, оператор не готов общаться по видео, а клиент хочет видеосвязь. Нежелательно. И, короче говоря, тут не нужно переживать, только если ваш сотрудник разрешит общение по видео, ну, прием этого видеопотока, только тогда видеосеанс состоится. Я вам еще вот скажу, какой момент. Я столкнулся, сейчас входит в моду так называемые видеоконсультации. Очень интересно. Например, продается какой-то электросамокат, и на сайте есть видеоконсультация с 10 утра до 9 вечера. Любой посетитель, который просматривает страницу с этим самокатом, нажимает кнопочку, и сотрудник компании прямо показывает ему этот самокат, рассказывает о нем, какие-то там узлы показывает. Очень интересно. В принципе, эта технология только сейчас стала появляться у крупных магазинов, а у 30X уже работает, и можно прямо сейчас подключать на ваш веб-сайт и оказывать видеоконсультации. Спасибо. Мы перейдем к интеграциям с приложениями, с CRM-системами, с PMS-системами. Вы наверняка все уже знаете, что есть такая возможность. У нас есть генератор шаблонов CRM, и вы можете их настраивать. Здесь я перейду сразу же на следующий сайт интеграция 30X Bittrex и дам слово Дмитрию Пахомову, как я уже говорила, представителю нашего титанового партнера Делого разговора. Еще раз добрый день. Расскажу про наш модуль интеграции с Bittrex 24. Это наша собственная разработка. Здесь мы вышли существенно за пределы call-flow дизайнера. Кое-что сделано на нем, кое-что сделано как отдельная служба на C-Sharp. В результате получилась полноценная серверная интеграция с Bittrex 24, которая не уступает конкурентным решениям на других платформах. По основным преимуществам нашей модуля интеграции, журналируются звонки со всех устройств. Что важно? Это не только стационарные телефоны, это веб- и дистопный клиент, мобильный клиент. То есть по какому устройству вы бы не говорили, звонок будет зажурналирован в системе Bittrex 24. Журналируются отвеченные, неотвеченные, пропущенные звонки, а также которые оборвались на AVR или на очереди. Если звонок оборвался на AVR или на очереди, то вы будете видеть номер AVR, ну добавочный номер AVR или добавочной очереди, на котором произошел обрыв. То есть полная информация, она присутствует. И вы сможете контролировать те звонки, которые не дошли до оператора. Что важно, в Bittrex 24 передается файл с записью разговора. Можно его прослушать из Bittrex на нужной вам скорости. Но вот это одна из самых основных опций, которую запрашивают все клиенты, и почему штатная интеграция Bittrex не устраивает клиента. Далее, что важно, дело о звонке привязывается к сотруднику, совершившему, принявшему звонок. Если посмотрите на скриншот справа, то в правом верхнем углу каждого дела о звонке есть фотография сотрудника. То есть мы видим, какой сотрудник совершил этот звонок, переговорил с клиентом, ну или не дозвонился до клиента. И также присутствует информация, на какой номер поступил звонок. Если у вашей компании несколько входящих номеров, то вы понимаете, на какой номер поступил звонок. Опять же, если посмотреть на скриншот справа, то где заголовок звонка, вначале перед двоеточием пишется название DIT правила. Вот видите, например, входящий пропущенный звонок, 88, двоеточие, пропущенный звонок. У нас так, 88 называется транк, который работает на 8800. MSK – это московский номер. То есть я вижу, на какой номер поступил звонок. К сожалению, у Bittrex нет отдельного поля, куда записывать вот эту информацию, поэтому мы эту информацию записываем в заголовок дела о звонке. Также наш модуль позволяет гибко управлять входящей маршрутизацией. То есть он отвечает не только за журналирование вызовов, но и за входящую маршрутизацию. 3CX определяет ответственного за звонки, и на него переводят автоматический звонок. Ответственный за лид-контакт и ответственный за звонки могут быть разными сотрудниками. Вот если мы посмотрим слева, то у нас вообще слева назначен временный менеджер. Можно назначать временного менеджера на звонки. Но это редкая опция. Обычно либо пользуются ответственным за лидом, ответственный Дмитрий Пахомов. Если не будет временного менеджера, то звонки будут на меня. Но предположим, я ответственный за лид, но звонки должен принимать другой человек, например, Пупиков Василий. Тогда мы делаем менеджер по звонкам Пупиков Василий, и на него пойдут, соответственно, все звонки. Входящие звонки могут идти двумя путями. Он может идти сразу напрямую. Ну, в данном случае, например, на Юрия Меркеля пойдет звонок сразу же. У него за зоне телефон, он поднимет трубку, начнется разговор. Но часто компании хотят, чтобы было голосовое приветствие при тем, как сотрудник ответит. И можно звонок пустить через такое голосовое приветствие. Причем это голосовое приветствие озвучит имя сотрудника, на которого переводится вызов. Вот здесь на скриншоте слева есть опция «Прямой звонок». Если она не выбрана, тогда звонок идет через голосовое приветствие, которое озвучивает имя сотрудника, на которого мы переводим вызов. Если прямой звонок, то, соответственно, сразу же звонок пошел напрямую без всяких голосовых приветствий сотрудника. И также работает опция прилипания звонка к сотруднику, который недавно разговаривал с лидом с контактом или с кем была недавняя попытка созвониться. Например, данный клиент недавно пробовал позвонить бухгалтеру, ну и дозвонился или не дозвонился до него, неважно, и через 5 минут перезванивает. Скорее всего, он хочет поговорить не с Юрием Меркелем, а хочет поговорить с бухгалтером, и система автоматически его соединит с бухгалтером. Прочие возможности модуля, ну они такие штатные, это автоматическое открытие карточки лида контакта, настраивается, когда будет открываться карточка, при поступлении звонка или при поднятии трубки, это по вашему желанию. Генерация нового лида происходит входящим с неизвестного номера, определяется регион, с которого поступил звонок, ну кому это актуально, и приписывается в карточке нового лида. Работает это не только для стационарных телефонов, но и для мобильных номеров, то есть по номеру определяем регион. Но правда, если это мобильный номер, то определяется, если позвонили из какого-нибудь города, предположим, Березники, из областного города, то будет написано Пермский край. Потому что физически нельзя определить конкретный город, ну маленький город, из которого звонят, можно определить на уровне региона. И для клиентов, которые работают со всей Россией, эта опция, она удобна, ну сразу видеть, из какого часового пояса, из какого региона пришел звонок. Дальше новый лид автоматически привязывается к переговорившему с ним сотруднику, то есть когда разговор закончился, сотрудник, который последний участвовал в цепочке разговоров, к нему и будет привязан лид автоматически. Полноценная синхронизация лидов, контактов с адресной книгой 3CX. У 3CX это сейчас тоже в штатной интеграции сделано, что база данных CRM синхронизируется с контактной книгой 3CX. Но там, кстати, есть ряд таких упущений. Мы все упущения исправили, сделали полноценную, полную интеграцию одной базы данных с другой. Ну в одну сторону это работает. Контакты из Bitrix, они переходят в контакты 3CX. Для чего это сделано? Это сделано, чтобы на телефоне тоже прописывалось имя и фамилия, кто вам позвонил. Это удобно. Или вы всегда на телефоне будете видеть на экране телефона, кто вам звонит. Мы предлагаем партнерскую программу для всех желающих других партнеров 3CX к продвижению к продаже нашего модуля. Вообще, как у нас устроена ценовая политика? Стоимость нашего модуля складывается из двух цен. Это цена внедрения и цена стоимости лицензии. Так как модуль получился функциональным, большим, ну и достаточно сложным, то внедрение требует времени и внедрение стоит денег. Ну на сегодняшний день это стоит 22,5 тысячи рублей для клиента. То есть все внедрить, настроить, показать, объяснить. Плюсом к этому покупается стоимость лицензии на модуль. Цена лицензии зависит от количества сотрудников, использующих интеграцию. Понятно, чем у клиента больше таких сотрудников, тем дороже будет стоить для него лицензия на интеграцию. Для партнеров предусмотрена скидка 20% от розничной цены. Для активных партнеров мы можем провести обучение, чтобы они сами самостоятельно проводили внедрение. То есть мы не стараемся все замкнуть на себя, что мы все будем делать сами. Нам даже проще, когда внедрение, будут делать партнеры сами. Но для этого надо пройти обучение. Это возможно. Ну и за более подробной информацией уже за рамками этого вебинара, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию. Сайт написан на слайде. Он простой, можете запомнить. И там есть все контакты. В будущем к нам обращаться. Большое спасибо, Дмитрий. От себя хочу еще прокомментировать, что это действительно очень качественная детальная интеграция. 30x, как уже упоминал Дмитрий, она достаточно базовая. Поэтому, если есть клиенты, а они наверняка есть, которым важна эта детальная интеграция, обращайтесь смело. Клиенты готовы платить. И здесь интерес будет и у вас также. Хорошо, мы переходим дальше. Переходим к отчетам и аналитике. У 30x есть много отчетов о разговорах. Также, как я упоминала, есть отчеты о чатах. На выбор предлагается более 30 отчетов. В целом, их можно разделить, скажем так, на два лагеря. Есть отчеты о качестве обслуживания. Они включают в себя отчетность обратного звонка, статистику нарушения SLA, отчеты о времени ожидания. А также есть отчеты о производительности или эффективности команды, которые можно использовать для наблюдения за агентами во время работы. И выявить успешных или тех, кому необходимо улучшить качество. Такие отчеты включают в себя отчеты об активности операторов, о внутренних абонентах, время разговора, распределения вызовов. Игорь, если можете прокомментировать, пожалуйста. Попозже я покажу несколько примеров отчетности. Да, по поводу отчетов. Они предустановлены в системе. Тоже часто такой вопрос возникает. Сейчас я попробую просто показать экран, если получится. Сейчас, если вы видите, да, интерфейс? Да, видите, да. То есть вот отчеты. Вот это сервер 3CX, где вы можете нажать кнопочку «Добавить отчет», и тут есть, видите, они предустановлены. Журнал всех вызовов, статистика добавочных номеров, статистика. Дальше есть обзор активности очереди, подробная статистика очереди. Ну, если мы, допустим, упущенные вызовы очереди. Вот это часто спрашивают. Упущенные вызовы в очереди. Название отчета, в каком формате он будет присылаться, допустим, HTML. Тут мы указываем e-mail. И дальше тут выбираем периодичность. Однократно прислать отчет или ежедневно его вам присылать в первый день недели. За какой период, например, за последние 30 дней. То есть вот таким образом мы узнаем отчет за упущенных за месяц. Я его даже так назову. Дальше мы тут добавляем очереди, какие нас интересуют, по каким, собственно, мы делаем отчет. Нажимаем кнопку «Запланировать отчет». Он сразу не генерируется, а он будет нам отправлен. Он как бы в фоновом режиме генерируется. Это сделано для того, чтобы не загружать систему 3CX. Но некоторые просят более подробные отчеты. И вот для таких у нас есть отдельное решение, которое позволяет это сделать. Для тех, кому нужно это более подробно, более подробные отчеты. Есть сторонние решения, я потом кратенько его покажу. Разработка сторонняя, но там очень много разных опций, и с ней надо бы подразобраться. Потому что, скажем так, я увидел, когда документацию, это 300 страниц, или там 350 страниц текста, оно на русском языке, но там можно делать всякие штуки. Я интерфейс покажу, и базовые, и мы пройдемся кратенько, там несколько слайдов, возможностям. Называется «Толескоп». Хорошо, да. Я потом включу презентацию. Сейчас покажу несколько вариантов отчетов. Здесь показан график активности пользователей, на котором мы видим отвеченные и неотвеченные вызовы одного агента за январь. То есть это очень удобный инструмент. Как администратор и чрезидей вы можете быстро определить дни, когда агент был более активен, а когда испытывал некие трудности. Здесь график среднего времени ожидания. Здесь вы видите время, в течение которого вызывающие абоненты ожидают, прежде чем агент ответит, это синим отмечено, или он повесит трубку, оранжевым отмечено. Опять же, здесь очень быстро можно уловить любые всплески, провалы в данных и определить, где агенты могут быть перегружены. Это может помочь вашим клиентам определить, например, когда нанимать сезонный персонал. Здесь перед вами пример извлечения данных для агентов в одной очереди. Он ясен, он удобен для чтения и предоставляет всю информацию, необходимую для проверки работы команды. Например, вы можете увидеть здесь общее время, в течение которого они были в системе, сколько звонков они приняли, общее время звонка и время разговора. Лицензирование контакт-центров. Как вы видите, в разных редакциях с 30x предлагаются разные функции. Если клиенту необходим высокофункциональный контакт-центр, у него должна быть лицензия редакции Pro или Enterprise. Если они захотят протестировать 30x, вы можете скачать бесплатную пробную версию со своего партнерского портала и увеличить ее в редакции в количестве одновременных вызовов сроком до 45 дней. То есть пробную лицензию на 45 дней вы можете предоставить своим клиентам в любой редакции. Мы переходим к удаленной работе. В принципе, удаленная работа в наше время набирает большие обороты. Мы приспосабливаемся к жизни на карантине. И программное обеспечение 30x позволяет дать возможность агентам работать удаленно, используя разные технологии. Все, что нужно агенту, это добавочный номер и пароль для входа в программу. Таким образом, они получают доступ ко всем своим средствам связи, которые у них были в офисе. Они могут управлять всем с помощью единого угодного интерфейса и могут использовать его также дома. Итак, давайте начнем с нашего набора инструментов для удаленной работы. Это веб-клиент, это мобильные приложения, веб-встречи или веб-митинг, обмен мгновенными сообщениями в корпоративном чате, лайв-чат, о котором мы уже говорили, статусы пользователей, связанные с той или иной переадресацией и поддерживающие статусы абонентов, например, работы удаленно. Можем подробно рассмотреть сейчас их. Итак, прежде всего, наш веб-клиент и функции статусов пользователей. Веб-клиент 30x просто в использовании включает в себя все функции, необходимые для эффективного общения, совместной работы и связи с коллегами и клиентами прямо из браузера. Из одного интерфейса вы можете легко совершать звонки, просматривать статус коллег, отправлять сообщения, чаты и проводить видеоконференции. Как я уже сказала, поскольку веб-клиент основан на браузере, вы можете войти в систему из любого места, даже из дома. 30x включает собственные приложения для Android и iOS, которые постоянно обновляются и тестируются. Приложения бесплатно включены во все лицензии 30x, поэтому ваши клиенты могут иметь доступ к своим добавочным номерам, где бы они ни находились. Помимо звонков, вы также можете общаться в чате, обмениваться файлами, подключаться к видеоконференциям со своего мобильного устройства. Игорь, если у вас есть что прокомментировать, вы можете это сделать. По поводу приложений, я хочу сказать, что, во-первых, приложения постоянно дорабатываются, и, наверное, одни из самых стабильных и функциональных на рынке СИП-клиентов для мобильных телефонов у 30x, потому что кроме обычных звонков передаются еще и статусы и так далее. Кроме того, сейчас разработаны новые приложения под Android и iOS для видеоконференций, очень интересных. Они сейчас статусы B работают, по-моему, только с 30x18, вот этой альфа-версии. Стоит посмотреть, они практически ничем не отличаются от полноценных десктопных приложений для видеоконференций. То есть, в принципе, очень интересно. Можно поставить на планшет, можно поставить на... Есть сейчас веб-камеры со встроенным Android. И, по сути дела, вам даже не нужен никакой компьютер дополнительный. Немножко мы отошли в сторону этой видеоконференции. Что касается вот этой их веб-клиента, там этот веб-клиент, он функциональный. То есть, там в нем есть такие слева вкладочки, там, если слайд назад посмотреть, слева есть вкладки, и там есть различные... На этих вкладках появляется различная информация в зависимости от того, какие права у пользователя в системе есть. У обычного пользователя там только он видит других сотрудников и, пожалуй, все. Видит их статус и может звонить. У оператора колл-центра там появляется вкладка очереди вызовов. У менеджера колл-центра там еще появляется вкладка, где он может мониторить все очереди, не только свою, в которую он подключен, а все очереди всех операторов. У секретаря там можно добавить вкладку, так называемую панель секретаря, где видны все вызовы, кто сейчас разговаривает, кто на удержании. Секретарь может эти вызовы переключать, мышкой перетаскивать от одного пользователя к другому и так далее. Если у сотрудника есть права на просмотр своих записей разговоров, у него появляется также тут же вкладочка «Мои записи разговоров», которую он может прослушать, удалить и так далее. В общем, еще раз повторюсь, эта штука достаточно многофункциональная. И, наверное, я не помню, говорили мы, наверное, не было сказано о том, что веб-клиенте вы можете выбрать, то есть сам этот веб-клиент, он может сам по себе делать вызовы, то есть сам по себе звонить по технологии WebRTC. То есть вам нужна только гарнитура и больше ничего, и браузер. Все, вы в него заходите и звоните. Технология WebRTC, не SIP. Но также вы можете установить в самом веб-клиенте, когда вы туда подключитесь, вы увидите вот тут в правом углу, в верхнем, какое устройство связи нужно использовать. То есть вы можете с помощью веб-клиента, с помощью вот этого настольного приложения, управлять вашим вот таким вот симпатичным, видите, телефоном. Вот мне как раз... Кстати, вот такой телефон, Fanville, тоже сюда можно... Это Android. Сюда можно тоже поставить мобильное приложение 30X и позвонить через него. Или поставить сюда веб-клиент. Или видеть, кто к вам позвонил. Или здесь можно окошко Bittrex выводить при уходящем звонке. Но это я немножко отвлекся. То есть я хочу сказать, что веб-клиент – это универсальное приложение, которое будет со временем все больше и больше расширяться. Кроме того, я хотел сказать, что у веб-клиента еще есть такое расширение браузера. Оно работает совместно с веб-клиентом. Расширение браузера, которое называется браузерный мини-софтфон. Фактически, даже если у вас браузер Chrome свернут, даже если у вас вообще ничего не запущено, у вас веб-клиент продолжает работать в таком минимизированном режиме. Я сейчас, может быть, даже попробую показать. Вот это такое маленькое приложение. Оно может сворачиваться. Через него тоже можно входить, выходить в очереди. Это не настольный клиент 30X. Это именно уменьшенный веб-клиент, который реализован как приложение к браузеру Chrome, как я уже говорил, и работает в фоновом режиме. Даже при закрытом браузере. Оно у вас постоянно висит в памяти, как веб-приложение Chrome. Очень удобно. Что это, в общем-то, вам позволяет делать? Это позволяет вам из любого приложения кликнуть по номеру и позвонить. Или принять вызов, независимо от того, в каком вы приложении находитесь. При этом не требуется, например, операционная система Windows. Вы можете работать просто в браузере, на Chromebook, или на Linux, или на Mac. У вас это веб-приложение постоянно висит, и как обычный настольный телефон работает. Спасибо. Веб-митинг. Мы переходим к веб-митингу. Вы уже с ним знакомы. Сейчас у нас проходит так называемый веб-митинг. Это вебинар. Тоже опцию, которую вы можете выбрать, создавая веб-митинг. То есть вы можете создать веб-митинг, либо вебинар. Что вы можете делать на веб-митинге? Вы можете загружать PDF-файлы. Вы можете делиться документами. Вы можете делиться экраном, как тоже было уже продемонстрировано, использовать интерактивную доску. Также вы можете создавать опросы и голосования прямо во время веб-митинга. Сам веб-митинг мы тоже постоянно усовершенствуем, разрабатываем его, поэтому новшества постоянно появляются. Вообще использование веб-митинга очень выросло с началом пандемии. Здесь показан график, то есть как в прошлом году, когда все началось в марте, взлетел веб-митинг. То есть на 30% увеличилось его использование. И он стал одной из главных функций, которая сейчас запрашиваема нашими клиентами. Очень много школ перешло на удаленное образование, и поэтому для них актуален веб-митинг и важен. По поводу веб-митинга тоже, Игорь, если можете поделиться. Могу сказать, что мы подготовили три статьи недавно. Они такие достаточно коротенькие и простенькие. Блоги 30x, сейчас сброшу ссылку по поводу качества видеоконференции. Там в новом веб-митинге, который идет в 18 версии, он там немножко изменен. Даже не немножко, он хорошо изменен. Во-первых, мы все ожидаем локальную версию веб-митинга, которая будет устанавливаться на локальный сервер. Во-вторых, как я сказал, сейчас появились новые приложения под Android iOS. Очень рекомендую посмотреть. Они доступны как бета. Если вы участвуете на Android, просто указываете участвовать в бета-тестировании, и можете установить бета-версию. Даже где-то они у меня, там прямые ссылки были, я сейчас надо поискать на эти загрузки на сайте, на Google Play. И будет возможность управлять карточками, вот этими видеорамками участников. Они будут изменять свой размер и изменять свое положение в зависимости от количества участников одновременно. Кроме того, сейчас веб-митинги будут проводиться под вашим доменом, под именем вашего сервера 3CX. Я сейчас немножко поясню. Вот если вы посмотрите в браузер, мы сейчас подключены по такому адресу webinar-eu.30x.net. В новой версии ссылки будут иметь такой вид. Имя вашего сервера, допустим, компания.30x.ru, слэш, мит, слэш, ну и дальше номер этого вебинара или какой-то там код будет, собственно, по которому вы подключаетесь. Для клиентов это проще и удобнее. То есть те, кто получает такую ссылку, у них не возникает никаких дополнительных вопросов о том, что это за ссылка, почему это какой-то неизвестный сайт, вебинар, EU. Это все будет под вашим доменным именем, под вашим FQDN. То есть, но пока что это еще область технологии, а пока что это еще на облаке, но со временем вы сможете выбирать, это будет полностью локально установленный сервер или это будет все-таки MCU, то есть вот этот сервер, который собирает видеоизображение от всех и отправляет на вас, вот этот MCU, мультипротокол, control unit, он будет, будет ли он установлен в облаке 30x, как оно сейчас, или у вас. Но это чуть попозже. Ну, из такого интересного еще, в принципе, можно добавить, что, наверное, вы знаете, что можно звонить в конференцию с обычного настольного телефона просто по номеру и участвовать голосом. Это возможно. Можно с мобильного, соответственно, звонить. То есть вы тогда будете не с видео участвовать, а просто аудио. Ну, записи конференции, они хранятся на серверах 30x в течение 7 дней. После окончания конференции их можно скачать. Это mp4 файлы, потом загрузить на YouTube, куда угодно. Никаких ограничений, каких-то платных, там, по длительности конференцию, по количеству участников нет. Поэтому это большое преимущество по сравнению с другими системами, типа Zoom. Дальше очень хорошо реализовано, на мой взгляд, управление участниками конференции. То есть всеми можно управлять, подключать, отключать, отключать звук и так далее. В других системах, особенно бесплатных, я не видел такого количества опций именно по управлению. Ну, вот, пожалуй, это, пожалуй, основное. То есть это полноценное... Да. Как будет... Ну, оно здесь есть. Два режима, вообще, в двух словах еще, есть два режима проведения конференции. Первый режим – это видео-вебинар. Это вот то, что у нас сейчас, когда один ведущий, остальные слушают. И те, у кого есть право на включение видео, они могут периодически включать видео, микрофон. Есть режим классической видеоконференции, где все подключаются одновременно, экран разделяется на соответствующее количество частей. Все пользуются. Ну, вот, пожалуй, все. Я хочу единственное добавить, что количество участников видео-веб-митинга ограничивается редакцией Standard, Pro или Enterprise. Соответственно, в каждой есть свой определенный лимит участников одновременно видеоконференции. Корпоративный чат тоже можно использовать. Мы добавили возможность обмена сообщениями именно в корпоративном чате. То есть это позволит сотрудникам общаться друг с другом без необходимости использовать сторонние системы, обмена сообщениями, указывать личные номера телефона. Пользователи 3CX могут отправлять, получать текстовые сообщения через веб-клиент 3CX, приложение для Windows, Mac, iOS, Android из любого места. То есть везде вы можете использовать этот корпоративный чат и общаться с коллегами в режиме реального времени. Можно также создавать группы чатов. То есть он максимально адаптирован под все мессенджеры, которые уже существуют, чтобы визуально было удобно. Мы подходим к концу. В принципе, я закончу тем, что наше предложение доступно для всех, поэтому вы найдете также бесплатные редакции. Мы предлагаем две лицензии, которые подойдут небольшим организациям и стартапам на 4,8 одновременных вызовы редакции стандарт. Это очень хороший маркетинговый ход. То есть компания небольшая, она берет бесплатную лицензию, она привыкает к 3CX, это удобно, это хорошо. Со временем компания растет, появляются больше потребностей. Соответственно, она может перейти на редакцию PRO, если будет необходим колл-центр, интеграция с CRM и так далее, так далее. То есть они уже привыкли к 3CX и, скорее всего, останутся на этой же системе. Также, чтобы клиенты могли познакомиться с 3CX, мы предлагаем лицензии редакции стандарт бесплатно первый год. То есть все редакции, все лицензии редакции стандарт первый год бесплатно. Начиная со второго года, цена у нас предложена на домашней страничке. Если к вам обратился клиент, которому необходимо протестировать полный функционал 3CX, как я уже говорила ранее, вы можете предложить ему пробную лицензию любой редакции, и любого размера сроком на 45 дней. Мы постоянно внедряем новые инновации, инновационные функции, о которых мы уже немножко рассказывали сегодня, поэтому ждем 18-ю версию, выхода ее и новых обновлений, первые и вторые обновления. Игорь, я думаю, что мы можем перейти к вашей презентации. Так, у Дмитрия вопрос. Я озвучу. Добрый день по интеграции. Что, если нужно открывать на рабочем месте агента различные интеграционные приложения, в зависимости от очереди, из которой поступил вызов? Например, очередь 1, открывается окно CRM организации 1, очередь 2, CRM, или другая система организации 2, актуальна, если контакт-центр обслуживает несколько организаций или отделов внутри одной организации одновременно. Какие доступны методы? Дмитрий, да, я сейчас отвечу. Наше решение предполагает, что все-таки это 1 CRM и 1 организация. Можно доработать его на несколько организаций, но все-таки это будет Bittrex. То есть и там, и там должен быть Bittrex. В зависимости от того, в какую очередь пришел звонок, можно лезть в разный Bittrex. Но это доработка. На данный момент то, что работает, то, что уже отлажено, оно работает с одной базой Bittrex, с одной репутацией. В самом Bittrex там тоже, если вы ставите, если вы увидите интеграцию в CRM, та, которая идет бесплатно, там в системе можно привязать только одну CRM. Поэтому, наверное, я бы просто для каждого, если такая уж система, ну, если уж такая задача, то, наверное, имеет смысл как-то на одном сервере там несколько виртуальных машин запустить и несколько, получается, колл-центров сделать. Потому что технически, я думаю, в ближайшее время не будет возможности разный CRM запускать в зависимости от того, к кому принадлежит номер или какой клиент, ну, в зависимости от пользователя. Просто 30x рассматривает всех пользователей как пользователей, как связанную организацию. Грубо говоря, там нельзя внутри одной системы на рейках каких-то там разных. Можно там их по отделам разнести и там различные назначить этим отделом права. Например, этот отдел туда не может звонить или этот отдел кто-то не может видеть. Но так вот глубоко на системном уровне это по-прежнему одна организация, все могут звонить друг другу практически без ограничений. Если нужны какие-то, ну, еще раз говорю, в текущей версии, если нужны какие-то более серьезные такие вот вещи, то надо просто ставить несколько систем параллельно. Есть еще вопрос, какие есть проверенные модули интеграции с 1С? Смотрите, я отвечу, ну, я думаю, что тут, смотри, 1С такая вообще тема достаточно, ну, такая она не простая. Непростая, потому что начнется с того, что каждый эту интеграцию видит для себя по-разному. Я хочу построить дом. Можно построить за 5 тысяч долларов, за 5 миллионов. Второй момент, у каждого есть стандартные базы, то есть стандартизованные, то есть, что называется типовые конфигурации, а есть переделанные, причем сильно переделанные, причем переделанные еще как-то там седьмой версии. И получается, что... И третий момент, что программисты в 1С, я не знаю, как там, в других странах, но, например, я скажу, по Украине, их довольно мало, потому что сейчас молодежь в основном пытается, старается работать с новыми технологиями, там, со всякими модными западными системами, и просто технически, физически этих людей мало. Это в основном люди уже там за 40, которые опытные, я имею в виду. И это все налагает такие сложности, что чаще просто люди не хотят за это браться, с этим связаться. Но, тем не менее, например, если говорить, как мы делали эту интеграцию, вот у нас есть на сайте, я сейчас могу, в принципе, ссылочку кинуть, у нас интеграция реализована в виде DLL-компонента, она сейчас бесплатная, можно брать, мы раньше ее продавали, теперь мы ее делали бесплатную, она сделана в виде внешней DLL-компонента, которая подключается к тот так называемому толстому клиенту 1С, вызывается из любой конфигурации 1С, вот абсолютно из любой, примерно как компонента сканера штрих-кодов. И она получает в 1С все данные о выловах, затягивает, а из 1С, соответственно, можно набирать номер, то есть есть двусторонний обмен информацией. Я сейчас разброшу ссылочку. Но требуется программист 1С, который ее интегрирует в вашу базу, который посмотрит документацию для разработчика и в нужном месте сделает нужные кнопочки, нужные формочки и так далее. То есть это не так, что клик-клик и все заработало. И вот с этим получается решение, оно не совсем такое коробочное. Ну вообще 1С это не коробочное решение, как правило. Это какой-то некий конструктор, который вы собираете, ну, в большой компании. Если мелкая компания, там, в принципе, можно брать штатную, типовую конфигурацию. Но если компания более-менее крупная, она 100% это 1С дорабатывается. Теперь вопрос, как она дорабатывается. Если она дорабатывается прямыми руками по стандартам, тогда, в принципе, там все эти справочники и так далее, они не модифицируются. Просто дорабатываются внешние там расширения, пишутся внешние обработки, не модифицируя ядро. Если делалось разными программистами в разное время, в течение 10 лет, там может быть в базе все, что угодно. Соответственно, это немножко усложняет эту интеграцию. Значит, интеграции есть две. Есть штатная, которая предлагается с 30X, и есть более глубокая, которую мы разработали еще лет 5 назад. Она адаптирована для, в том числе и для 16-й версии. Я сейчас пришлю ссылки, ну, одну ссылочку пришлю, почитайте, кому нужно, можно скачать. Но мы сейчас ее предоставляем, как есть, то есть мы какие-то базовые консультации дать можем, но мы туда глубоко не входим, потому что, возможно, сейчас Bittrex в моде. Так, вот я у нас кидаю ссылку. Я сейчас, сейчас, секундочку, кину сразу все ссылки, чтобы уже вопрос больше к ним не возвращаться. Два, скачать, установка, и последняя. Документация для разработчиков. Ее можно подключить как к седьмой еще старой 1С, так и к новой 1С. Посмотрите. Но вообще, строго говоря, мы все очень ждем, что у 1С появится, о, прошу прощения, у 3С появится более мощный REST API, с помощью которого можно будет реализовать интеграцию штатными средствами без каких-то промежуточных модулей и так далее. Потому что у нас она работает в виде специ... Примерно так же, как и у Дмитрия. Специальный сервис, который устанавливается со стороны сервера 3CX, и клиентская часть, которая устанавливается на 1С. Хорошо, спасибо, Игорь. Я открою вашу презентацию по поводу Терескоп и отчетности с 3CX. Да-да. Смотрите, это не наши партнеры. Я не скажу, что они наши партнеры, но это не то, чтобы я рекламирую какую-то компанию. Это просто у нас частенько, поскольку речь идет о колл-центрах, возникает вопрос о какой-то дополнительной расширенной отчетности. И вот обычно мы рекомендуем вот такую компанию, которая разрабатывает систему Терескоп Интерпрайз. Они находятся в Харькове, у них есть, по-моему, и в России представительство, или просто они с Россией работают. Ну, в общем, у них в 30 странах эта система используется. Называется она Терескоп Интерпрайз. По сути дела, это система учета вызовов. Система, которая загружает из сервера 3CX так называемый CDR, я покажу, это Call Data Records. Это записи о звонках, короче говоря. И дальше позволяет делать всякие сложные отчеты. Не такие отчеты, как в 30X, а именно пользовательские отчеты. Именно всю ту информацию, которая вам нужна, позволяет представить в удобном виде. Собирать данные из нескольких АТС, динамически получать данные о звонках, о звонках. Также будете получать информацию об очередях вызовов, использовать код авторизации, создать специальные отчеты по работе Call-центра с помощью базы данных. Также эта штука умеет управлять системой. Она может отключить пользователя. То есть она работает непосредственно с АПИ-30X. Например, она позволяет каждому пользователю, но мы сейчас не говорим про Call-центр, а про такое использование как типа операторское решение, задать некий лимит, денежный лимит, после которого у него блокируются исходящие звонки. Это интересно. Запретить исходящие звонки без кодов, запрещать звонки от абонентов, которые имеют баланс меньше конкретного значения. Тут написано, как его настраивать. Вот эти слайдники я сейчас покажу на системе. У меня она запущена тут на виртуальной машине. Честно вам скажу, она такая довольно мудреная, эта система. То есть она, видимо, давно разрабатывается, и там ставится база данных MSSQL или экспресс бесплатно. Там куча каких-то сервисов запускается. Документация 330 страниц. Я вчера хотел подготовиться более детально, но когда увидел этот объем информации, это нужно реально где-то неделю читать, потому что она очень универсальная. Значит, в том числе она работает с 30x. Она позволяет загружать все данные о звонках из сервера, из сервера 30x. А также управлять пользователями 30x, то есть о чем я говорил. Так, форма Торископ позволяет создать форму отчетов с помощью собственного драйотчетов или с помощью Microsoft. Это то, что про отчеты колл-центра. Вот примеры отчетов, почасовый отчет, SLA, принятые вызовы. Короче говоря, здесь реализовано множество различных вариантов отчетов, которых вы не увидите среди штатных отчетов 30x. Вот, собственно, в этом-то и идея этого приложения для колл-центра. Кроме того, как я сказал, можно, как было сказано, можно сводить информацию, сводить отчеты с разных систем. Например, у вас 2-3 колл-центра, и вы можете в одном интерфейсе получать отчеты по всем системам. Я сейчас покажу, чтобы уже не затягивать время. Опять же, все так быстро в двух словах не объяснишь, но... Ну, при желании можно в этом разобрать. Я вижу просто смысл, да, вижу смысл глубоко вдаваться. Так, видите, да, вот экран. Вот эта система Телескоп, она работает в браузере. У меня немножко оно так медленно... Сейчас открою, на весь экран. Медленно работает, потому что она на виртуальной машине. Ну, тяжеловатое приложение. Здесь в виртуальной машине выделено 8 гигабайт, и все равно как-то оно так не торопится обновлять данные. Хотя здесь стоит Core i7, и 8 гигабайт выделено, непонятно, почему так оно. Возможно, из-за того, что это Oracle. А, возможно, из-за того, что этот экран демонстрируется в конференцию, возможно, из-за этого задержка. Вот, здесь как бы создается такой узел. Узел, узел это в терминологии Телескоп, это та система, с которой собираются данные. Это может как 3CX, так и CISCO, так и Asterisk, что угодно. Можно мониторить активные вызовы версии 16, тут указывается URL вашей системы порт. Для чего это нужно? Это чтобы вы могли прямо в интерфейсе Телескопа использовать этот Телескоп как еще одну панель управления колл-центром, потому что в Телескопе реализована куча всего. Ну, короче говоря, вот я подключился к ней, дальше тут есть у меня возможно добавить различные тарифы, тут у меня есть куча разных отчетов, которые я могу создавать и так далее. С этим нужно разбираться, просто имейте в виду, что такая система существует и кому не хватает штатных отчетов в 30X, достаточно просто настроить, я думаю, что изучить документацию это дня 2-3, в случае чего всегда можно обратиться к разработчику, они там подскажут и дальше вы можете создавать свои собственные отчеты в 30X. хорошо, спасибо большое, Игорь. Вот по этой ссылочке teleskop.com заходите и туда. В принципе, мы рассказали все, что хотели сегодня, если есть вопросы, смело задавайте. Хорошо, если вопросов нету, тогда я благодарю всех за участие в вебинаре, спасибо большое, если возникнут вопросы, вы смело можете обращаться ко мне либо к Игорю, электронная почта Игоря, он уже написал. Можете обращаться также ко мне, можете обращаться к Дмитрию Пахомову либо к дистрибьюторам своим. Вот, мы будем всегда рады ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, всего хорошего, тогда до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok